Что касается сегодняшней ситуации со снегом, и технику вроде приобрели, и многие другие вопросы еще укрепили, позиции поправили, и ресурсы есть, а вот и ныне там. Мобильности, влияние на чрезвычайную ситуацию не наблюдается. Посмотрите дворы, мы еще до дворов даже не дошли, тротуары. Мы говорили, что кроме наличия техники, которая непосредственно работает на благоустройстве городов или региональных дорог, есть еще отряд привлечений, который должен быть расписан по закрепленным территориям. И на случай чрезвычайной ситуации, как сегодня ее по-другому не назовешь, надо оперативно включать эти рычаги, привлекать и работать. Хотел бы обратить внимание, что в городе Саратове случилась аварийная ситуация на теплотрассе. Устранили и тут же по-новому, и тоже на этих же домах, и повторно на там, где были отключены, где ограничены. Вот из этой части надо обязательно делать выводы. В чем причина? Как подготовилась Т-плюс к работе в зимних условиях? Почему так подготовлены? Кто это? Моральная компенсация физическая, всю жительную будет в городе Саратово воплощать. Поэтому я просил бы вот эти вещи, чтобы они не проходили незаметно. Эти испытания никому не нужны.